Тайны Нира Вульфа Джеймс Толкин Кэрри Мэтчет Джордж Плинтон Николас Кэмпбелл Бо Стар и другие Дать тебе совет? Лон, за-за-замолчи. Спасибо. Играй сегодня. Сделай ставку. Пожалуйста, отвечаю. Пожалуйста. Ставлю. Ставлю. Оператор Дерек Роджерс. Ставлю. Что у тебя? Две пятерки и туз. Старшая карта. Продюсер Сьюзен Мэрдок. Короли и дамы. Да, они бьют три пара, с которыми я стал играть. Идите к папе. Ты издаешь. Зачем ты так делаешь? Что? Постоянно проигрываешь и делаешь ставки. Как говорила моя мать, можно сделать шлюху образованной, но думать ее не научишь. Ставьте. Кто пасует? Угадай. Ни за что. Две? Да. Да. Это галстук Вульфа. Да, он так извинился. Это его подарок? Сценарий Шерон Элизабет Дойл. Он появился без записки после закрытия дела Сорелла. Если у тебя туз, ты ставишь первым. Ты говоришь о загадке Сорелла? Это тот галстук? Это он? Нет, это не он. Это его двойник. Никто и не объяснил, как он попал туда, а я спрашивал. Ну что же, теперь можно сказать правду. Он появился там, потому что мой босс – Шлампик. Шлампик? Что это такое? Ты еще долго? Конечно. Сейчас. Сейчас. Режиссер Джон Лекьюер. Понимаете, ничего бы не случилось, не оставь он его на столе. Все началось за обедом. Вульф капнул соусом прямо на свой галстук. Вульф ненавидит пятна на одежде, даже когда он оден. Поэтому он снял его и положил на стол. Я созерцал галстук до пяти двадцати, когда в дверь позвонили. На пороге стояла Берта Эрон, секретарь Ламонта Оттиса, старшего партнера, в юридической фирме Оттис и Ди Хайда Кириджет. Она очень нервничала. Дело конфиденциальное. Я не могу пойти к мистеру Оттису. Ему семьдесят пять, у него больное сердце. Это… Это может его убить. В понедельник вечером я видела члена нашей фермы с нашим оппонентом по очень важному делу. С адвокатом? Нет, с самим клиентом. Теперь вы понимаете? Это неэтично, но это могло быть случайно. Нет, нет, они сидели за одним столом в дешевом ресторане. Она никогда туда не пошла бы. Клиентка. Да. Конечно, можно подумать, что он не предатель. Поэтому сегодня я все ему сказала. Он так это воспринял. Это так его ошарашило, что мне все стало ясно. Мисс Эрэн, проблема в том, что за некоторые дела он не берется. Даже косвенно. Я не понимаю. Вы назвали свою фирму, сказали, что дело крупное, что вам противостоит женщина. Я читаю газеты. Ваш клиент Мортен Сорелл, а оппонент Рита Сорелл, актриса. Да. Ну вот, дело о разводе. Дело не только в нем. Вы это знаете, я это знаю. Мистера Вульфа, я спрошу, но мне нужны детали. Так вот. Она рассказала мне все очень точно. Все, кроме имени партнера, которое она назвала бы, только если бы Вульф взялся за дело. Простите, что помешал. Который час? Без 19,6. Подождите 19 минут. Хорошо, только... Когда наткнетесь на нее в кабинете, не нужно вопить. Вы нарушили наш уговор, прервав меня. Значит, теперь я могу продолжить. Я так и сделал. К вам пришла женщина, я ее впустил, она все рассказала. Тут началось самое трудное. Клиент ее фирмы, Мортен Сорелл, их оппонентка миссис Мортен Сорелл. Поэтому вы сюда прискакали. Я не прискакал, а вошел. Вы прекрасно знаете, что я не берусь. Я знаю, но тут дело не в разводе. Я же говорю вам, что... Основой этого дела, скорее всего, будет брачная склока. Я так не думал. Дошлите ее. Я не люблю настаивать, поэтому я настаивал еще 10 минут. Не знаю, почему. Наверное, из-за глаз Берта Эйрон. Они были красивые и честные. Я придал своему лицу такой вид, чтобы Берта Эйрон сразу поняла, что Вульф сказал нет. Но оно само изменилось, как только я увидел ее. Это был галстук Вульфа. Ему там было не место. Можете спуститься, ее уже нет. Галстук Вульфа. Вы сказали, что ее нет. Ну да. Она мертва. Полагаю, она была жива, когда вы пошли ко мне. Да, сэр, тогда она была жива. Когда я срезал ваш галстук... Галстук? Да, который вы оставили на столе. Вы смеете полагать, что ее задушили моим галстуком? Я не полагаю. Я утверждаю. Более того, если бы вы так, кстати, не оставили его на столе, она бы не была мертва. Замолчите. Если бы вы спустились раньше... Замолчите. Да, сэр. Это неприемлемо. Вы позвоните, или я? Из вежливости я ему дал пять секунд, потом пошел в кухню. Я позвоню. Да, и ковры. Спасибо, парень. Спасибо, парень. Спасибо. 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 Субтитры делал DimaTorzok Если вы с Вульфом получите гонорар от человека, имя которого скрываете, Гудвин, я прессову вас к ответу. Глаз даю. Я давно пытаюсь понять, кого вы мне напоминаете, теперь я понял. Животное в клетке, первая буква М. Я говорил, а я перебиваю. Слушайте, женщина приходит к Ниро Вульфу за советом. Ее убивают его галстуком, пока он забавляется с орхидеями. Он ничего не съел за ужином, даже не притронулся. Какой ужас. Если бы мы знали, кто это был, вы бы взялись за деньги искать его. Вы не знаете нас, я бы нашел его. Без клиента? Конечно, если бы мне повезло, я бы привел убийцу, зидающую до вашего приезда. Этот убийца. Как он узнал, что она здесь? Как он вошел? Я все рассказал Стеббинсу, Роуклифу и вам. Она покидает свой офис, поговорив с ним. Конечно, за ней следят. Он видит, что она заходит в знаменитый дом Вульфа и набирает наш номер. Телефон звонит не в оранжерее, куда я пошел, а в кухне. Но фрица там нет. Телефон звонит и звонит в кабинете у нее под носом. Она, опытный секретарь, берет трубку и говорит. Алло. Главное, что она впустила его. Все остальное я написал. Проклятье. Предупреждаю вас, Гудвин. Я два глаза отдам. Да-да. Да. Они ушли, а фриц ждет вас на кухне ужинать. Я не хочу есть. Я пойду спать. Вы будете спать. Если будет возможность. А я не могу. И читать не могу. Я проявляю аспидские намерения. Нужно заглянуть в словарь. Что же это? Злая воля – крайняя зловредность. Нет. А сейчас – да. И мне это мешает. Даже думать не могу. Все мысли, как в томане. Проклятие. Прямо как прыщу в мозгу. А оккупационная армия ушла? Да. Я хотел отключить звонок на ночь. Сделайте это сейчас же. Хорошо. Фринц. Тихо, тихо, тихо. Хорошо. Вот так. Садитесь. Я открою. Да, сэр. Я Ламонт Отис. Я пришел к Ниру Вульфу насчет моей секретарши, мисс Берте Эйрон. Это мисс Эн Пейдж, моя помощница-юрист. Ваш ценный, доверенный работник умер насильственной смертью под моей крышей. Примите мои извинения. Слабое слово, нужно найти получше. Если вы пришли упрекать меня, прошу вас. Я пришел узнать, что произошло. Я много лет доверял мисс Эйрон, но я не знаю, зачем она пришла сюда. Мисс Эйрон боялась, что ее проблема повредит вам. Что? Ее слова Арчи. У него больное сердце, это может убить его. Какая глупость. Что за ерунда? Я не хочу извиняться, еще за одну смерть под моей крышей, случившуюся на этот раз по моей вине. Она преувеличила. Берта была предана мистеру Отису. Вы готовы отвечать за то, как это повлияет на него? Это мое сердце, я отвечу. Хорошо. Арчи, дайте мистеру Отису показания. Я думаю, что это личный вопрос. Лучше вам покинуть комнату. Пожалуйста. Можете подождать в передней, мисс Пейдж. Но, мистер Отис, если все так плохо... Нет, нет, пожалуйста, выйдите из комнаты. Кабинет звуконепроницаем. Садитесь. Мисс Эрен верно подумала, что это убьет меня. Странно, что не убила. Оправившись от шока, вы, возможно, захотите снизить ущерб, нанесенный фирме, позволив предателю уйти от ответа. Конечно, вы сможете увезти его от полиции, но не от меня. Мое самоуважение сильно пострадало, и я утешу его, лишь разоблачив убийцу. Вы лишь предполагаете, и у вас будет только одна. Тогда приступим. Это может затянуться. Может, мисс Пейдж не хочет ждать. Хорошая мысль. Стоит позвать мисс Пейдж. Вы это сделаете? Да, вы. Пожалуйста, приведите мисс Пейдж. Войдя в переднюю, я уже открыл рот, но вновь ничего не сказал. Я уже был готов увидеть ее, лежащей под окном, с моим галстуком на шее, хотя он был на мне. Я был рад, что ее там не было. Ее там нет. Она вылезла из окна. Обе двери заперты, окна открыты. Наверное, она... Вы не знаете, что заставило мисс Пейдж вылезти из окна? Что происходит? Мне не здоровиться. Я только приехал в город. Я пришел к вам не кстати. Мне нужны мои таблетки. Я понимаю. Займемся этим в другой раз. Нет, давайте продолжим. Эти таблетки надежны? Весьма надежны. Намного надежнее всех вас. Дайте мне воды. Человека приступ. Ему нужна вода. Господи. Вы успокоились? Да, сэр. Можно предположить, что Икс мог дать миссис Соррелл информацию против ее мужа, вашего клиента. Это так? Да, они разводятся. Но это больше похоже на шантаж. Не в точности. Но по сути, да. В следующие два часа Отис выкладывал факты, что с адвокатом случается нечасто. Под именем Риты Рэмси миссис Соррелла чаровала Бродвей в пьесе «Дотянись до луны». Так она блистала два года, третируя Мортона Соррелла. Но затем оставила свою карьеру ради замужества. Через год брак распался. Красавица Риты стала миссис, чтобы загробастать денежки. И она не согласна с условиями брачного договора. Она требует больше половины, тщательно собрав свидетельства о доходах Соррелла, чтобы получить свое. Кто в вашей фирме мог дать ей такую информацию? Любой. Наш клиент уязвим, и мы часто это обсуждали. Три партнера. Иди, Хайдекер и Джетт. Майлз Хайдекер защищал миссис Соррелл, когда с ней судился ее бывший агент. Он не был богат и слишком ценил свою работу и хобби. Шахматы и политику, чтобы путаться с женщинами, включая миссис Соррелл. Фрэнк Иди, гениальный мыслитель, составлял брачный договор Сорреллов. Жена двое детей, интересуется другими женщинами, но уж точно не миссис Соррелл. Юный Грегори Джетт стал партнером, выиграв крупное дело для корпорации Мортона Соррелла. Он часто бывал в пентхаузе Сорреллов, но особое внимание хозяйке не оказывал. Джетт был одинок и не следил за доходами и расходами. Он задолжал фирме. Я не могу представить, чтобы кто-то из них был замешан в этом деле. Фритц! Фритц! Уходя в два часа ночи, отец был еще жив. Он хотел знать, как поступит Вульф, но Вульф ему не сказал, потому что сам не знал. Прошу вас, вы портите мою шляпу. У меня есть две утки, желе из Турнепса и дикий рис. Нет! Вы прекрасно знаете, что я не ем ночью. Но вы же не ужинали! Я буду голодать! Я сделаю вам омлет! Что угодно! Нет! Идите спать! Вызвать Соло, Фреда и Ори? Нет! Если я не знаю, что мне делать, как я им что-то поручу? Вопрос риторический? Отнюдь! Можно по-глупому допросить персонал юридической фирмы найти ресторан. Утром сотни людей мистера Крэмера будут заниматься этим. Сотни-две. Дело особое. Они займутся Ритой Сорелл? Не сразу. Крэмер не хочет, чтобы я говорил о том, что видела Берта Эрн. Этот факт они хотят придержать. Вы знаете подход к красивым девушкам. Они тают, как шоколад на солнце. Но если вы думаете, что я спрошу эту даму, с кем она ужинала в дешевом ресторане, а она прошепчет мне на ухо имя... Вы приведете ее сюда? Взглянуть на орхидеи? Возможно. Не знаю. Я сам не свой. Утром я написал записку миссис Мортон Сорелл, утверждая, что я видел ее в ресторане с интересным спутником и попросил Лона Коэна узнать, куда ее доставить. Ты шутишь? Рита Сорелл? Тебе нужен ее адрес? Зачем? Будучи джентльменом, я не могу сказать. Она не знает, что значит это слово. Я в долгу не останусь. Эксклюзив, да? Что же еще? Ну ладно. Она переехала из квартиры мужа на парк-авеню в Чорчилль Тауэрс. Да, Чорчилль Тауэрс на 63-й. Арчи, она тебя не примет. Да? Ставлю на то, что через 10 минут я буду у Риты Сорелл. Смело, очень смело. Два против твоих трех на то, что ты час просидишь на тротуаре и отправишься домой. По рукам. Нет, я просто прощаюсь. Спасибо, Лон, Чорчилл Тауэрс. Да, и эксклюзив. Конечно, она захотела узнать, кто видел ее в ресторане. Это подтвердило то, что она была там, поэтому я решил больше не врать и сказал ей чистую правду. Что ж, вы хотя бы красивы. Ну? Очень красивы. В чем дело? С ума сойти, откуда это у вас? Я все придумал, чтобы пробраться к вам. Меня зовут Арчи Гудвин, и я уже давно обожаю вас. В моем сердце живете только вы. Если вы улыбнетесь мне, я вознесусь на небеса. Теперь, когда вы оставили мужа, я постоянно мечтаю сделать для вас какую-нибудь мелочь или что-то важное, чтобы заслужить эту улыбку. Вы придумали что-то конкретное? Я могу пришить пуговицу. Я тоже. Прошу вас. Я мог бы просто идти за вами, нести ваш зонтик или галоши, если пойдет снег или дождь. Лучше носить револьвер. Вы упомянули моего мужа. Вы храбрец. Я им стану на ваших глазах. Миссис Сорел, возможно, вы читали об убийстве в кабинете Нира Вульфа. Жертва Берта Эйрон была секретарем Ламонта Ортиса. А вы так красиво сказали про свое сердце. Нира Вульф работает на моего мужа? Нет, он работает только на себя. Вы лжете. В один день так много я лгать не могу, миссис Сорел. Нира Вульф хочет сквитаться с тем, кто убил женщину в его кабинете, и он думает, что вы расскажете мне что-то о Берте Эйрон. Я не могу. Я ее даже не замечала. Очень жаль. Я все еще у ваших ног. И мне это нравится. Вы такой красавчик. Мистер Вульф будет работать на меня? Тогда он вас измучит. Если в его сердце кто и живет, то уж точно некрасивые женщины. Но вы можете спросить его. Я подумаю об этом. Может, позвоню? Я не могу вам помочь. Ее нельзя было принять за кровопийцу. Вернувшись к Вульфу, я рассчитывал застать его в кресле за столом с очередной книгой, но я ошибся. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Вы забыли оставить там галстук? Да. О галстуке мы еще поговорим. Эбенизер? Нет. Элит. Что вы готовите? Обед, если интересуетесь. Конечно. Это Грегори Джетт. Утром он был у окружного прокурора. Я оставил его, чтобы сначала поговорить с вами и понаблюдать за ним. Хорошая мысль. Он не пробормотал? Боже, ковер пропал. Хватит дурачиться. Вы говорили с той дамой? Да, она сказала, что я красавчик. Дважды. Она призналась, что была в ресторане? Мы проговорили пять минут, но она об этом не упомянула. Но она впустила меня. Возможно, она не подозревает, что есть связь между ее визитом в ресторан и убийством, но это вряд ли. Она крепкий орешек. Ей нужны 30 миллионов. Кстати, этот Грегори Джетт, что его гложет? Не знаю. Посмотрим. Ловите. Я же сказал, что у меня срочное дело. Вы нахальны. В меру. Если кто испишит, сэр, то это вы, а не я. Я желаю знать, что было в заявлении, которое ваш человек отдал полиции. А показать его мистеру Отису, старику, переживающему смерть своей секретарши, было просто безответственно. Нахал, встретила нахал. Где мои доспехи? А если я скажу, что заявлений не было? Что об вас? Она видела, как Гудвин дал его ему. Когда мисс Пейдж сказала вам это? Что? Вчера вечером, по телефону. Мы обручены. Об этом не сообщалось. Теперь вы должны объяснить не только свое беспокойство, но и бегство, мисс Пейдж, через окно. Мисс Пейдж знала, что мисс Эррон была в курсе некоего эпизода, который мистер Отис не одобрил бы. А природа этого эпизода? Я не скажу вам даже по секрету. Он касается миссис Мартон Соррент? Ну, все. Я требую показать мне заявление. Я имею право. Хватит лаять. В нем ничто конкретно или косвенно не касалось. Эпизода, о котором вы мне добровольно поведали. Но спасибо. Мистер Вульк, вам остальные партнеры. Джетт, полагаю, вы знаете Иди и Хайдекера. Джетт, что вы здесь делаете? У меня есть причина. Допросы. Они думают, что ее убил кто-то, связанный с фирмой. Судя по их вопросам, они это знают, но не говорят, почему. Мистер Вульф, зачем она приходила? Не знаю, я не видел ее живой. Мистер Гудвин, вы впустили. Она была одна? Рядом кто-нибудь был? На тротуаре? Нет, было темно, а сейчас темнеет примерно в 4.46. Вы привели ее сюда. А дверь не закрыли? По привычке, я обязательно закрываю дверь. Привычки бывают опасны. Что она вам сказала? Настала пора впервые за день солгать. Ничего. Ничего? Ничего. И вы не захотели узнать, в чем дело, перед тем, как представить ее своему работодателю? Я не обязан. Дом Нира Вульфа, Арчи Гудвин. Это Рита Сорел, мистер Гудвин. Я решила... Подождите. Помните женщину, которая сказала мне, что я красавчик? Она на проводе. Да. Говорите, что вы решили? Я решила, что вы слишком умны, раз не сказали о том, что написали в карточке. Ведь вы за этим пришли. Вы хотите знать, кто это был, так? Да, это очень мне поможет. А я хочу помочь. Вы очень красивы. Его зовут Грегори Джетт. Большое спасибо. Да. Она досадное недоразумение. Но ей можно верить. Измените свое мнение. Полностью? Да. Кто это звонил? Хватит меня допрашивать. Звонила миссис Мортон Сорел. Что? Арчи. Да, если бы она позвонила на 20 секунд раньше, я бы не стал лгать. Берта Эррон мне кое-что сказал. То, что работник фирмы встречался с миссис Сорел, и то, что при разговоре об этом он не предложил никакого объяснения. Непостижимо. Я не верю. Я тоже. Мы должны поверить. Я сказал, хватит допросов, мистер Хайдекер. Мисс Эррон не назвала его. Это сделала миссис Сорел, хотя я ей не доверяю. Возвращаюсь к одному из вас. Если бы стало известно, где вы были, вас бы арестовали. По своим причинам полиция не стала проверять, где вы были в вечер убийства. Но я спрошу. Приступим. Рассаживайтесь. У всех партнеров были хорошие алиби. У этих славных адвокатов даже были свидетели. Они ушли вместе, плечом к плечу, надежно защищая взаимное доверие и понимание. Ну, конечно. Попросить Соло проверить алиби? Нет. Один был с невестой, другой на шахматном турнире, а третий был дома с детьми. Спал. Бесполезно. Я этого боялся. Будь вы первоклассным детективом, как я, вы ринулись бы проверять алиби на голодное животное, а потом износили бы пару туфель в поисках того, кто может его опровергнуть. Но если вы гений, вам плевать на алиби. Вам нужна только еда. Проблема слишком проста. Мы знаем, что один из них совершил убийство, знаем, как, где и когда. Нужно выяснить, кто. Это просто. Вышел месяц из тумана. У вас опять эти аспидские намерения? Прыщ в мозгу или мысли в тумане? Ланч подан, сэр. Да. Ему нужна здоровая доза гениальности, а вы его кормите обедом. Вульф принципиально не занимался делами во время еды. Но на этой неделе нарушались все принципы. Мистер Вульф обедает. Вам назначено? У нас ордер на ваш арест. Приходите в шесть. За помеху правосудию. Чепуха. Подождите в прихожей. Я освобожусь в шесть. Вы раскрыли содержание заявления Гудвина подозреваемым в убийстве. Кто из трех ослов сказал вам это? Иди. Вы знали, что мы умалчиваем об этой встрече, Перли? Руки. Руки. Я не обязан уважать ваши проблемы ни по закону, ни по обычаю. Сколько я ждал, чтобы вручить его вам, Вульф? Но вы же не вручаете. Вы лишь размахиваете им, как дубины. Сколько же можно играть? Что вам нужно? Моя помощь? Этому посвящен визит разодетых властей? Вам нужна моя помощь? Не так ли? Мне нужна правда. Мы взяли Иди, Джетта и Хайдекера. Вышел месяц из тумана. По словам Гудвина, один из них убил Берту Эррон. Да. Но, услышав заявление Гудвина, присяжные их отпустят. Перли, дай эту бумагу. Вот график. Берта Эррон приходит в 5.20. Гудвин покидает ее в 5.40. Она жива. Он возвращается в 6.10, она уже мертва. И вот проблема. У троих партнеров в 5.30 была встреча. Иди на месте. Спустя минуту приходит Джетт. Хайдекер появляется в 5.45. Он покупал билеты в театр. Они обсуждали дела до 6.35. Вы меня понимаете? Я умею складывать. В график втискивается только Хайдекер. Если он верен. У него было 6 минут, чтобы войти, убить ее, купить билеты и проехать через весь город в час пик. Так что или они врут, или Гудвин. Есть третий вариант. Да, да, что Берта Эррон хотела сказать, что видела не одного из партнеров, а одного из 20 адвокатов, связанных с фирмой. Да. Слушайте, Вульф, я представляю, каково вам было видеть ее с вашим галстуком, затянутым у нее на шею. Вы хотите доблестно схватить убийцу до нас и учите Гудвина, как подделывать показания, а мы пару дней бегаем впустую. Для вашего эго это вполне нормально. Вы бы не стали мешать правосудию в свете всех ваших фокусов. Вы отрицаете, что так и сделали. Вручайте ордер, сэр. Вы отрицаете, что так и сделали. Вручайте ордер, сделайте это. Арчи, сообщите мистеру Паркеру, что мистер Креймер принес с собой бумажки. Пусть его секретарша в течение часа звонит нам каждые 10 минут. Если Фрид скажет, что нас увезли насильно, он знает, где нас искать. Ну? Шеф. Безумие. Ему пришло это в голову? Сомневаюсь. Но когда придет, он, как всегда, все испортит. А вам пришло? Конечно, у меня в мозгу прыща нет. Нужно опередить его. Который час? Повернув голову направо, вы увидите часы. Три часа десять минут. Хорошо. Устроим все в шесть. Скажите мистеру Креймеру, что вы приезжали за убийцей в семь. Мистер Вульф. Мисс Рита Рэмси-Сарал. Рад видеть вас, мисс Рэмси. Спасибо. Я не привыкла приезжать к мужчинам, когда они посылают за мной. Наверное, поэтому я здесь. Да, к сожалению, нам предстоит серьезный разговор. Мне нужна ваша помощь. Помогите мне разрешить кризис моего самоуважения. Душевный кризис. Для этого давайте будем честны и откровенны. Мы должны быть наедине. Мистер Вульф, вы знаете женщин? Арчи, пожалуйста. Пакарчи. 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 Вы сказали мистеру Гудвину по телефону, что обедали с партнером в юридической фирме, представляющей интерес вашего мужа. Он представлял самого себя. Сегодня вы сказали мистеру Гудвину, что это был Грегори Джетт. А если я не буду отрицать? Если я повторю? Это был Грегори Джетт. Если к облаку пыли вы примешивали враждебность, получилось плохо. Это был не мистер Джетт, а мистер Хайдекер. Значит, я сидела в ресторане с человеком и не знала, кто он? Нет, вы не знаете женщин. Двадцать пять часов назад он пошел за мисс Эйрон и увидев, что она вошла в мой дом, нашел телефон. Зачем? Чтобы позвонить вам, мадам, и сказать, что ваш план раскрыт. Мистер Хайдекер не верит, что вы пришли сюда убить ее. Он полагает, что, оказавшись с ней наедине, вы схватили пресс-папье и ударили ее. Если он говорит, что я убила ее, он лжет. Он убил ее. Я пришла к вам сегодня, чтобы сказать правду. Он звонил мне вчера. Дважды. Сначала предупредил, что нас видели спустя час, чтобы сказать, что все улажено, что наш план, его план, в безопасности. Я знала, что он убил ее. Поэтому я сегодня пришла, чтобы все исправить. Я опоздала? Нет. Признание может очистить вашу совесть и покончить с ужасной дилеммой в моей душе. Но нам очень нужно знать, во сколько он звонил вам во второй раз. Я точно не знаю. Это важно. Эта точность важна и для полиции, и для суда. Между пятью и шестью. Да, примерно в пять тридцать. Вы уверены? Да, уверена. Он пришел ко мне месяц назад. Сказал, что у него есть информация о моем муже, которая поможет мне. Это ложь. Не я ходил к ней, она пришла ко мне. Вы заговорили. Когда вас обвиняли, вы молчали? Он хотел, чтобы я заплатила ему за это миллион долларов. Вы подтвердите это под присягой? Наверное, придется. Значит, вы дура, мадам. Нет, мистер Вольф, я не дура. Вы дура. Одна деталь потопит вас. Один простой факт. О чем вы говорите? Придя сюда вчера, вы не торопились. Вы не думали об убийстве. Вам незачем было осторожничать? Меня здесь не было. Мне нужно лишь попросить инспектора Креймера найти таксиста, который вчера днем посадил вас возле Чёрчилла и привез сюда. У него помечено время. Да? Так давайте. Вот телефон. Звоните ему. Я не сделаю этого, потому что 25 часов назад в этой комнате вы, мадам, подвергли меня самому жестокому унижению за много лет. И я сквятаюсь с вами. Я вижу, как вы сьёжились. Не скажу, что мне это приятно, но... Пустите меня! Не смейте! Я ухожу, вы просто чудовище! Это вы чудовище! Нет, вы чудовище, сэр! Арчи! 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 Проклятие! Арчи, это жуткое недоразумение. Арчи, займитесь. Арчи, у меня скоро спектакль. Что вы здесь делаете? Что происходит? Арчи! Арчи! У меня спектакль! Меня ждут зрители! Минутку, мистер Краймер. Да. Вы знаете, я не люблю появляться в суде и быть на глазах узевак. Вы скользкий, сукин сын, это я знаю. Если вы скажете прокурору, что мистер Гудвин может дать показания за меня, я не поведаю газетам о том, как полиция упустила столь очевидное предположение, которое двигало мною. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok